Итак, всем привет, с вами ДомГай, продолжаем играть в Кайзер Ридакс за Российскую Трудовую Республику. И в прошлой серии мы победили полностью Ригспакт Австрию, и теперь продолжаем наш порядок распространять на Европу. И сейчас, я думаю, мы займемся Прибалтикой, ой, Прибалтика, я говорю, Балканами и Османской Империей, а после полностью починим себе всех синдикалистов. Поехали. И у нас тут есть решение на начало войн, к сожалению, нет на Румынию напасть решения, тогда придется начать просто с Болгарией, ничего такого. Поехали. Начинаем мы войну с Болгарией, я думаю, достаточно проста это будет война. У них откуда-то, так сказать говоря, взялась авиация на желтый воздух, или это просто мои самолеты затроллились, ладно. Вот теперь точно все окей. Ну и мы просто прорываем сквозь них, и дальше будем воевать с кем? С Сербией, пожалуй. Ну, может, и одновременно из Греции. Вот, началась война с Грецией и с Сербией. Решил я не ждать с этим, чтобы Варскор потом не делить, и не было каких-то мемных миров. Мы просто методично выбиваем этих и тех. Потери у нас практически нету, а вот у них, конечно же, огромные. Все-таки полагаться на инженерные танки очень хорошая идея, хоть и дорогая. Но наша экономика может позволить себе уже что угодно. И вот уже Болгария выхвачена. Практически, кстати говоря, тут еще остались мелкие сопротивления, оказывается. В Русской Финляндии просит о поставках зерна. А, у нас зерна хватит, чтобы прокрыть всю Европу. Ну, так давайте, без проблем тогда. У них что там, новый фокус открылся или что? Непонятно, но, походу, да. Видимо, да. Но это не точно. Ладно. Геруба не точно открылись. И они сейчас, да, они сейчас их рашат нормально. Пускай качаются. Останавливающиеся экономикой. Пускай качаются, нам они еще, в принципе, могут немного помочь. У них армия потихоньку появляется. Может, что-нибудь еще будет. Но у нас пока что есть здесь заботы. А вот и Болгария полностью капитулировала. И мы, да, как я и говорил, не можем полностью их захватить. Нас троллят с Варскором. Сербы. И греки. Можем еще немножко побузить и позахватывать. А, ну да, можем прям не немножко, а нормально так. И все забрать себе, да? Ну да. Да, все. Нас не затроллили, слава богу. Хотя, хотя хотели. Ну и теперь грец осталось. И микросерби. Да, потери в этой войне вообще не чувствуются. И это очень приятно. А вот и эти ребята тоже задались. Так что мы теперь забираем и их тоже. Можем еще и греческий флот забрать. Потому что, ну, почему бы и нет. Лишним не будет. Судьба Болгарии. Лояльная Болгария. Давайте теперь. Что, я на османов бы напал, наверное, первее? Давайте так и поступим. А, и мне не надо делать претензий. У меня есть на это фокус. Так что вполне себе и фокус и на Румынию, и на османов. Так что да. Так что берем именно их. И мы сразу же нажимаем эту кнопку. Не ждем. И наши армии сразу же пойдут атаку здесь. Идем дальше в Иран, потом в Афганистан, потом пойдем попробуем сюда. Еще Бессарабию между делом возьмем. И вот мы начинаем защищать пролив Бессарский. Нам все-таки надо контролировать Черное море. Верно? И вместе с этим можем обратно наш флот выводить. Пускай он качается перед битвой за Британией будущей. И вот оно. Падение. Болгарский захват. Болгарский. В нем болгарского, конечно, очень много, да. Ну, мы просто сметаем Османскую империю. Все тоже ожидаемо. Ничего для нас нового. Мы можем нажать прекрасно кнопку. Образование СССР. Я думал, он интегрируется в марионетки, потому что... Нет, у нас просто сменилось название и все. Союз Советских Трудовых Республик. Блин, я думал, будет как-то поинтереснее. Кнопка-то выглядит круто, а в итоге просто только название меняет. Ну, как бы да. Эх, скучно. Ну и вот мы выходим на последний рубеже Османской империи. Тут еще Сирия, я не понял, либо восстала, либо ее освоевали, потому что османы перебросили войска на нас большие. В любом случае, османы, все. А у нас всего 27% варскора. Ну вот насколько это честно. На мой взгляд, абсолютно не честно. Ну что нам поделать? Ничего. Еще и здесь территории просят. Вы представляете, что за наглость? Ужас, ужас. И вот сейчас мы атакуем Афганистан и Румынию одновременно. И я думаю, стоит разобраться с этим вот каирским пактом. Они очень некомфортно для меня вот здесь вот располагаются. Все-таки нам нужно нашу территорию обезопасить. Забавный факт, мы можем снова атаковать Османскую империю, потому что она снова выделилась. Хоть и в виде марионетки. И, к сожалению, у нас нету вот решений на то, чтобы вот это вот кому-то отдать. Это выглядит очень некрасиво. Но ничего поделаться я с этим не могу, к сожалению. Так что сейчас вот с Афганистаном разберемся, с Румынией разберемся. И будем разбираться с вот этим пактом. Тем временем здесь ребята воюют, воюют. Здесь тоже ребята воюют, воюют. Ну, воюйте. И сразу же призываем мы всех наших марионеток. Их становится все больше и больше. Сверя почему-то эндром не отменяются все эти призывы. А, понял почему. И закатываем без проблем. Здесь и две слабенькие страны. О, ну-ка. Ну, нет, нет, нет. Преподатим урок, потому что мы хотим полностью замаринеть, а не только взять Бессарабия. Водение Бухареста. И вот Румыния остается нашей частью. Ну, сейчас станет марионеткой. И туда же уходит Афганистан. Наша империя в Афганистане не умрет. Афганистан нам покорится. И так и произошло. Афганистан следом за Румынией. Отправляется в наш состав. И атакуем мы Османскую оперию дальше. Война начинается. Сразу давайте призовем всех. И мы начинаем наше наступление. Афганистан, кстати говоря, сами враги не призывают почему-то. Или? Ну да, так и происходит. Не призывают. Мы здесь выходим дальше вот в эти фокусы. Хотя... А мне не особо-то и нужны уже. Но... Почему бы и нет? Почему бы и нет? Теперь я не понял, я что вот это такое. Китайская высочная железная дорога. Давайте. Курдистан все-таки призвали. Он уже капитулировал моментально. Ну и мы просто продолжаем двигаться дальше. Не знаю вообще никаких проблем. Тель-Африка объявила войну. Ага, походу разваливаются ребята или что? Непонятно. Возможно. И давайте-ка вот это тоже. Китай кого-то поддержим. Не знаю, нам нужно это, не нужно. Но допустим. Мы от сына можем потребовать территории. Ага, я понял. Но это чуть-чуть попозже, пожалуй. Чуть-чуть попозже. Серия капитулирует. А за ней открыт путь на Египет. Давайте-ка вы все. Египет и на Каир. Проблемы тут немножко флот топим. Но самое главное, что у нас адмирал качается. Нам, конечно, особо без разницы плюс-минус. Мы и так, и так победим. Я думаю, на море любую страну теперь. Но это будет приятным дополнением для морских битв. Египет и Турция капитулировала. Здесь еще остались микровойска. Ненадолго. Все подвергаем оккупации. Давайте-ка вот здесь вот тоже сейчас окружение ликвидируем. И эту армию отправим вот сюда. О, можно, кстати говоря, сделать сотрудничество с ОСА. Давайте сделаем. Может мы сможем им как-нибудь помочь. По решениям. А еще поддержка антиколониальных восстаний. Давайте. Почему бы нет тоже. Что у нас с ОСА? С ОСА ничего не появилось нового, к сожалению. Ну, что поделать. Но мы получили проход через них. И в теории мы можем сюда войска завести, чтобы потом напасть сюда. Это в теории. Там на практике посмотрим. Советские выборы. Среди всего города. Да здравствует советская демократия. Конечно же, да здравствует. Самая демократичная демократия в мире. А вот мы закончили эту прекрасную войну. И время нам отчинять все территории. И, пожалуй, с Ближнего Востока покончено. Здесь мы себя чувствуем теперь в безопасности абсолютной. Можем заняться либо Азией, либо третьим интернационалом. Либо этим и тем одновременно. И, я думаю, мы вполне себе можем заняться этим и тем одновременно. У нас здесь в Германии, смотрите, уже куча духов всяких. Многие из которых очень-очень приятные. Вот это, кстати говоря, не сильно приятные. 20 эффективности производства звучит очень больно. Но потихоньку прирост стабильности по плюс один. Жестко, круто. Тихоньку, короче говоря, они стоят на ноги. И это отлично. А смотрите, это они еще будут улучшаться. Да, видите, они здесь. Тут вверх-вверх куча фабрик, куча заводов. Здесь вот куча ресурсов. В общем-то, Германия будет становиться очень жесткой. Очень жесткой. Так, смотрите-ка, новые выборы. Ну, мы оставляем Спиридонову. Почему бы нет? Итак, у нас были на Францию готов. Слушайте, на Францию ли. Нет, меня обманул игрок. Писала, что на что-то было готово. Странно. В любом случае, мы здесь раскидываем наши стратегические бомбардировщики. И как вы можете видеть, их, ну, реально много. Прямо, реально, очень-очень много. Мне просто жалко жителей Британии, на самом деле. Потому что в Лондоне, в принципе, на всем материке, на всей здесь территории, во всей Ирландии, не будет просто живого места. Итак, все, наши армии готовы. Авиация на позициях. В Британии все стратегические цели мы уже нашли. Дошифровали. Новый 1812? Ого. Что за событие? Давайте увидим. Нам все его не показывают. Так, у нас сейчас авиация должна начать работать. Ну-ка. С задержкой все как обычно. Но вот оно. Поехало. Все перезавляется очень долго, но мы просто... Просто не оставляем им ни шанса. Париж против Москвы. Вот он, встроенный трик. Не закончился по теме Германии. А продолжился. В кузнецах русской военно-машины зашлась новая надежда для Антанты. Ну, Антанты зря надеются. Не та идеология. Антанта скоро туда же попадет, в эту кузницу цельем. И теперь французская так, пришла борьбу за мировой порядок. Ну да. Подавим революцию. Подавим революцию. Видимо, ивент не рассчитывает на то, что мы можем тоже быть сами революцией. Бельгия сразу же падает. Франция падет очень скоро. Но мы просто разрушаем всю Британию до основания. И Париж уже пал. Цельская армия прошлась с трифальным маршем. О да. Серьезное сопротивление. Ну, не знаю, какое здесь сопротивление может считаться серьезным. Когда, ну, войска французские просто стираются в порошок. Просто вот таким вот образом. Они даже не успевают зареинформить, потому что уничтожаются моментально нашими танками. Фурскор, кстати говоря, нам дают нормально. Хоть и, я бы сказал, можно было бы и побольше. Потери огромные. Самое интересное, что тут в Британии, кстати говоря, от страта бомбардировок потери нету. Это всегда забавная классика, которая мне оказалась очень нелогичной. Но это было бы, наверное, сложно рассчитать с парадоксом. Плюс они очень не любят такие вещи в свои игры вносить в новых реалиях. Раньше бы это было, я думаю, обязательно. Нужно еще немножко прикрыть наши бомбардировщики на пути. Но это все делается очень просто. Вот таким вот образом. Продолжаем мы просто уничтожать все, что тут есть. Британия потихоньку превращается в руины. И не только Франция с интернационалом третьим. Падает, падает еще и Япония. Крах японской империи. Она заключила мир. И уступает в свои территории в Маньчжурии. Так что война закончилась. Корея тоже стала независимой. И объединил под своим правительством сын весь Китай, судя по всему. Но мы уже не дремлем и готовим свою высадку. Которая тоже скоро начнется. В принципе, мы можем уже ее и как бы стартовать. Давайте-ка. Нам нужно всего лишь один. Один морской регион под контролем держать. Япония больше не в войне, поэтому за ней никто не заступится. Точнее, варскор надо выделить. И сейчас мы на нее нападем, за ней никто не заступится. Япония, пора возвращать Сахалин. Я считаю. Попробуй нам отказать. Я хочу, чтобы она отказала. А вот и подходит момент... О, Владивостокский договор. Ну-ка. Наша войска здесь. Трансамура исчезла. Нужно вести переговоры. Не нападение. Попросить Сахалин и Курильские острова. Вряд ли согласимся. И Сахалин, и Курилы. Все правильно. Возвращайте нам все, или будет война. Скажите, пожалуйста. Света Алексея пробует... О, на все это объявить войну. Конечно же. Италия тут пробует вторгаться в нашу территорию. Давайте им покажем, что... Ну, зря они так подумали, что они могут их сделать. Единственное, ена топлива нужно откуда-то будет покупать. Ну, Американский союз нам его предоставит. Давайте-ка не дадим им думать, что они могут здесь хоть на что-то претендовать. Итальянцы. И вот вторая русско-японская моментально. И поняли, счастливо поддержать претензии своего союзника. Ага. А собора уже нету. Союзника нету. Ну-ка, и у нас усаживается здесь флот. У нас единственное, нету поддержки авиации здесь. Ух, так. Тут надо сюда опять призвать. Господи, какая там боль. В эти войны было бы приятно призвать сразу в мариинетку. Я понимаю, что это может повести к каким-то не тем результатам. Как у нас кулаки? А, то есть это я просто делал фокус, чтобы 7 минус 10 стабы, да, отнять? Блин, крутой фокус. Нереально. Дайте мне еще таких. Можно еще русскую сферу союзников поискать. Но союзников не хочу искать. У нас союзника 2. Авиация и армия. Нам, кстати говоря, военная экономика даже не особо нужна. У нас стакт 0 фабрик. Единственное, ради скорости постройки. Ради топлива еще. Подождите, а топлива... Топлива не увеличивается, верно же? Ну да. Да, так и есть. Топлива увеличивается только... Точнее уменьшается только вот этих тех их. Ну ладно. Ну и армия плывет. Крацузская коммуна задалась уже. Отлично. Можно сейчас здесь планировать выставку в Британию уже. Ну и, конечно же, добить все оставшиеся войска. А мы сейчас продолжаем высаживаться в Японию. И у них не прикрыты порты? А? Японцы, у вас все нормально вообще? Они даже не ожидали, видимо, то, что мы высадим все. Они даже не ожидали этого. Но мы... А мы-то были готовы. Мы уже идем к ядерным бомбам. Россия будет на пике технологий. Наша армия, кстати говоря, не остановилась во Франции. А пошла сразу сама. Я даже и приказов особо не давал. Ну, просто на третьей агрессивности они дальше шли. Пошли они в Испанию и еще Испанию покорят. Отлично. В отелье Токио тем временем. Кстати говоря, потеряли одну дивизию вот здесь вот в окружении. Ну, бывает такое. А вот эти войска, да, теперь в Токио плывут. Доринфорсить. Потому что здесь у нас порт выбили. Потому что я бы хотел побежать в авиабазу, забрать не получилось. Ну, как есть. Потому что авиабаза здесь, видите... Где-то здесь она была. Уже я ее вообще не вижу. Почему-то... А вот здесь вот еще есть. Надо ее тоже забрать обязательно. Воскодаеду станет намного проще. Новый образ... Новый женский образ, как я и говорил. Просто ивент. В нем в итоге ничего интересного-то и нету. Ничего необычного. Ну, и здесь уже нам реально не осталось практически ничего брать, кроме каких-то этих микробафов. Здесь у нас задалась Иберийская Федерация. Забавно, что... Армия просто стоит и... А, подожди, что это вообще? А, это Португалия, которая в Антонте. Господи, вот почему они ее не захватывают. Ну, и отвратительное событие. Нужно пойти вот сюда, докрасить все. И пора планировать высадку в Британию. Что вообще по... Британии, видите, здесь у нас уже очень мало урона. Я полагаю, из-за того, что там просто все поломано. Ну да, примерно так и есть. Я подозреваю, что... Словно, на этом, да, все до максимальных уровней практически везде. Япония тем временем тоже практически захвачена. Успешное действие одного генерала и данному ему авиакорпусу истребителей и штурмовиков. Очень успешно сработали. Еще микровысадка произошла. Но с поддержкой авиации, я думаю, сейчас же она и закончится. А вот и пала Японская империя. Отлично. Все меньше целей остается в нашем списке. Все больше государств понимают, что есть истинная идеология. Ой, смотрите, мы можем легитимность коммуны подрывать. Что? Очень странно это звучит. Но допустим. Допустим. Так и надо, ладно. Здесь, кстати говоря, вот это вот лагает, если кому-то передавать. Так что выделим все одной страной. Портваль, кстати говоря, территория вернулись, к сожалению. Но ничего. Это... Ладно. 73% у нас в этой войне уже. Вот это уже справедливые цифры. Это, кстати говоря, выстка что ли идет? Да, так и есть. Ну, окей. Нас это не сильно интересует. Нас интересует сейчас забрать себе Британию. Нет, эта война уже закончится. Останется совсем чуть-чуть до нашего мирового господства, пожалуй. Так вот, на месте. Авиация на месте. Выстка подготовлена. Можно начинать вторжение. И, кстати говоря, она не так, что и хорошо проходит. Нам здесь мешает рожеское что? Рожеский флот как будто. Давайте переставим наш флот. А, ну еще мы механизированными войсками втригаемся. Они, объективно говоря, так себе. Для вторжений. Так что сейчас будем придумывать. С одной стороны. С другой стороны они получают намного меньше урона. И вот они уже приземлились. И вот они здесь уже приземлились. И вот мы уже имеем полностью территорию для начала наступления. Ну и сразу же начинаем на третьей агрессивности пробиваться сквозь все. Не имея вообще никаких перед собой проблем и преград. Скоро уже русская армия войдет в Лондон, кстати говоря. Так, женское отделение ПЛСР. Ага. Вот он. Битва за Лондон. Падение Лондона. Блин, без описания. Не так интересно. Но ладно. А еще давайте сюда, в принципе, танки перекинем. Почему бы нет? Это уже повоюют. Британский флот, кстати говоря, уже разбит. Но я думаю, это было считаемо. Здесь вопросов не оставалось вообще никаких. А вот и падение третьего интернационала. Остались только практически одни синдикалисты в этом мире. И именно мы можем считать себя главными. Но мы все-таки здесь, я думаю, они вряд ли на что-то претендуют в своей этой бесконечной войне. И мы не даем никому даже шанс забрать хоть что-то с территории. Наша часть сегодня, она слишком большая. И осталось теперь, пожалуй, воевать с Нидерланды. И королевство Италия на них КБ делал. Но, видимо, оно было готово. Я это не заметил. Идет сделать заново. Что поделаешь. Тут надо подумать, хотим ли мы продолжать эту партию. В целом, нам можно было бы еще Китай повоевать. И здесь, и здесь. И в Африке. Но это все уже кажется мне слишком уж простым. Наша армия уже непобедима. Всех соперников в Европе мы захватили. В Азии. Например, на Ближнем Востоке тоже. Здесь, в Нововостоке тоже. Япония уже не претендует. США вообще в гражданской войне все еще находится. Все еще трехсторонний. Мы сможем помочь объединенным синдикатам Америки, если надо. Мы никаких практически ресурсов на эту войну не потратили. Потери минимальные. Я думаю, за это время родилось больше призывников, чем мы потратили в этих войнах, реально. Потому что мы ввели войну максимально эффективно, максимально качественно. Максимально качественно. И что в ВВС, что армия показалась с лучшей стороны. Но последнее итальянское государство. Теперь дело за ними. А, я так понял. Потому что мы аннексировали таких щелов. И осталось этой страны. И они теперь считают себя итальянцами. Ха. В любом случае, можно считать их уже покоренными. Потому что Европа вся покорена. Вот я предполагаю, очень хорошее будущее для нашей страны. Мы не понесли вообще потерь. Наша промышленность лучшая в мире. Мы уже практически контролируем атом. В принципе, мы уже можем делать ядерный реактор. Так что мы контролируем атом. У нас огромнейшая авиация. Огромнейший флот. Нас никто не может оспорить ни в одном аспекте. Так что, впереди только предстание. А на этом прохождение, я думаю, можно все-таки закончить. Так что, ребят, с вами был Добэй. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok